Как видно, как слышно, так, Андрей, отличный, так, звук хороший, изображение хорошее, чуть тише даже, да, но тише это вы у себя можете подрегулировать звук, вот, потише чуть сделать, потому что все-таки у нас отрегулировано, и поэтому такой звук, в общем-то, пока был оптимальный. Ну вот, друзья, сегодня среда, значит, традиционный, наши технико-экономические вебинары с Алексеем, вот, Алексей сегодня включится, основная часть вебинара это будет его, с последними новостями из Азии, он вчера прилетел с большого-большого турне, вот, по Юго-Восточной Азии, вот, по встрече с партнерами, он сам все расскажет, поэтому это, значит, я, соответственно, сейчас сделаю, вводную часть, потом передам ему слово, в конце я тогда уже включаться не буду, друзья, у нас по расписанию вы уже, наверное, обратили внимание, что мы сегодня пришли к расписанию, что в среду у нас в 13 часов технико-экономический вебинар, ну, как мы его называем, для Сибири и Дальнего Востока, то есть у кого большая разница по времени с Москвой, то есть на восток, вот, в 20 часов мы проводим вебинар для европейской части именно русскоговорящих на русском языке, и сразу после этого вебинара в 21 час, когда я отключусь, Алексей будет еще продолжать свою часть, а я уже войду в другие комнаты, и в 21 я начну вести уже технико-экономический вебинар для наших европейских партнеров, у них это 20 часов по европейскому времени, мы как раз и пытались совместить два вебинара, но потом по пожеланию, скажем так, и наших друзей и партнеров русскоязычных о том, что не надо совмещать, что очень трудно слушать с переводом, и соответственно не совсем удобно было для наших европейцев делать раньше, чем в 20 часов, поэтому мы пошли на пожелания, чтобы учесть все пожелания, и ввели в 20 часов для русскоязычных, наши традиционные с вами встречи технико-экономические, то есть это последние новости, последние вопросы, связанные со SkyWay, технологии, обсуждения соответственно новости, анализ, как мы это называем, и футурология. В 21 час это несколько отличающийся вебинар для европейцев, он строится совсем по-другому, потому что он идет с таким последовательно синхронным переводом, он переводится, вот в прошлый раз мы ввели на 3 языка, сегодня будет вестись на 4 языка, потому что это технически, друзья, довольно-таки сложно, каждый язык это отдельная комната, это отдельный ноутбук, это отдельный вход, и соответственно надо следить за тем, чтобы еще переводчики успевали, вот, и постепенно, вот набирая опыт, вот мы сейчас делаем сейчас 4, в следующий будем уже делать 6 языков, то есть добавим еще обязательно немецкий и английский, вот, сегодня будет на словацком, чешском, венгерском, итальянском, вот, просились сегодня немецкие друзья наши на то, чтобы проводили, но пока, я говорю, технически еще не до конца готовы, мы со следующей недели будем увеличивать, и на следующей неделе у нас появится еще сербская комната и хорватская комната, это там, где у нас сейчас растут, ну, скажем так, активно лидеры, там, где у нас сегодня активно идет приход, то есть, в основном мы сейчас ведем это на тех, те регионы, на те страны, где активнейше растет партнерская структура, где активно сегодня приходят наши партнеры в проект и, соответственно, благодаря чему сейчас активно развивается. Так что привыкайте к этому расписанию, смотрите, мы его менять в ближайшее время не будем, с Алексеем мы будем проводить в любом случае, где бы мы не находились, наш Юни-Скай-вебинар, это 21 по европейскому времени, но и по возможности, конечно, 13 и 20 часов, это тоже всегда будем проводить, единственное, что в дороге не всегда удобно делать вот этот Юни-Скай, то есть, где включаются сразу несколько комнат. Вот, поэтому, друзья, давайте будем таким образом и двигаться, и смотреть. Значит, естественно, что все, все сегодня, вся наша жизнь проекта Skyway, вся наша с вами, друзья, устремление сегодня идут к первому июля, это эко-фестиваль, эко-фест, это наше традиционное уже ежегодное такое событие для Skyway, вот, в прошлом году мы его провели, ну, просто грандиознейше, когда показали и промежуточные этапы, и строительство на тот момент, что было готово, это, друзья, как раз активно, начало активной, активной стадии, мы долго к этому шли, вот, и начало вот таких активных строительных работ были показаны, и как раз вы увидели, как и работает конструкторское бюро, и производство, и это, но это все, друзья, было год назад. Конечно, за этот год это радикальные изменения, просто это как небо и земля, просто даже сегодня несколько с улыбкой можно вспоминать и показывать, и рассказывать, как мы это начинали, делали, но все, друзья, важно первым шагом. У нас была закладка нулевого километра, потом первые опоры, потом строительство первой, начало трассы юнибайка, то есть то, что вы видели еще тогда, начало сегодня, экофестиваль, конечно, это очень важная веха, то есть к первому июля идет очень много по графику, то есть это дерево целей, дерево выполняемых работ, то есть, если кто знает в системе планирования, когда много ставится целей параллельно, и все они сходятся в одной точке. Вот первое июля, это та точка, когда сойдутся очень многие выполняемые поставленные задачи, и задача именно первого июля показать, а это просто та точка, та дата, когда сходятся очень многие параллельно выполняемые работы. И это, друзья, будут выполнены окончательно уже собранные и испытанные путевые структуры и для легкой системы, где будет уже перемещаться и двигаться юнибайка, юнибус, и уже эстакада, которую вы сейчас видите, я специально поставил очень эту красивую, но и очень любимую наглядную картинку, то есть, которую можно видеть и посмотреть, как будет выглядеть наш Skyway. Соответственно, будет 24-местный юнибус, вы его видите сейчас на экране, который подвесной, соответственно, будет 14-местный, будет 6-местный, будет грузовой Юникар. Скоростной пока из охраны именно ноу-хау он показываться не будет, потому что разгонный километр он не требует пока таких скоростей, то, что сегодня есть, поэтому будет пробный модуль, который будет испытывать путевую структуру, но он продемонстрирован на 1-го июля не будет. Дальше намечена еще целая линейка подвижного состава, который будет постоянно изготавливаться, то есть, я уже на, по-моему, позапрошлом вебинаре говорил, что у нас сегодня есть заказчики по строительству легких трасс для перевозки леса большим объемом, там до 20 миллионов кубов, соответственно, под них будет сейчас изготавливаться и испытываться специальный подвижной состав, именно под перевозку леса, это будет именно на базе легкой транспортной системы, вот, юнибайка, юнибуса. Еще готовится один очень интересный адресный проект по перевозку литиевой воды, то есть, там, где надо тоже большими пролетами проходить это. То есть, это, друзья, уже идет работа с заказчиками, где формулируется задача, конструкторское бюро выдает документацию, производство наше в Шабанах, которое полностью сейчас оборудуется по последнему слову техники, она изготавливает опытные экспериментальные машины, дальше Эко-технопарк все это испытывает, демонстрирует, сертифицирует и дальше уже выходит к заказчику с готовой технологией. Этот весь цикл сегодня, друзья, готов, он работает. К первому июля этот весь комплекс именно научно-производственный вы увидите, вы увидите, как он работает, познакомитесь со всеми людьми, которые заняты именно в этом цикле и, соответственно, дальнейшее будет развитие адресных проектов, потому что, друзья, наша конечная цель, наша работа, вообще задача Эко-технопарка именно работать как с инвесторами, институциональными крупными инвесторами и с заказчиками, которые заказывают технологию, соответственно, соответственно, это технология, которая дает возможности по бизнесу. По адресным проектам мы с вами говорим и показываем постоянно. Вот Алексей сегодня сделает такой анонс вот этого своего экскурса и такой Sky поездки по Юго-Восточной Азии. Это еще порядка десятка адресных проектов, которые уже родились. Соответственно, что можно сказать, что в Индонезии, в Джакарте, где была представлена технология Skyway, все, скажем так, стрихи, описания и так далее Алексей расскажет сам. Я просто несколько структурно, что происходило, что в Юго-Восточной Азии инновации в сфере транспорта была представлена наша технология, она вызвала самый большой интерес. Были встречи на различных уровнях, крупнейшие компании, были подписаны даже ряд соглашений по сотрудничеству, это тоже все Алексей расскажет. Просто, друзья, я могу сказать, что лично для меня, что очень приятно, и я с большим удовольствием следил, и с большим удовольствием поздравил ребят, и Виктора Бабурина, и Алексея Суходоева, и Настю, и представителей конструкторского бюро, кто был, наши ребята-конструктора на выставке. Соответственно, с профессиональной работой и с выступлением на таком очень высоком уровне, а контакты были и на уровне министров, и на уровне, там была даже встреча с бывшим секс-вице-президентом Индонезии, то есть, представляете, уровень человека, который был просто у руководства страны. Были, был на уровне руководства ООН, тоже люди, которые занимаются именно изменением климата, комиссия по изменению климата, так вот, с человеком, который возглавлял и готовил парижские соглашения по изменению климата, вот Алексей делал ему презентацию, и, соответственно, договорились о дальнейшем сотрудничестве. Поэтому лично я могу сказать, друзья, что я очень рад за наших ребят, за наших, скажем, коллег, за наших партнеров, которые на профессиональном уровне доводят информацию, и дальше можно сказать, что выстраивается целая череда, так, отвечу, когда Алексей включится. Вот, соответственно, это все идет такая большая работа, и цель и задача этой работы – это выход на адресные проекты, и мы эти проекты будем дальше все развивать, делать, запускать, создавать целую систему и управление этими проектами, и управление инвестициями, и, соответственно, производством под эти адресные проекты. Это все, друзья, та работа, которая развивается, идет, и это и есть цель и задача, которую мы с вами дальше идем следом за краудинвестингом, потому что краудинвестинг – это сегодня необходимая вещь, благодаря этому весь проект живет, благодаря нам с вами, как активным партнерам, активным инвесторам, сегодня это развивается, и мы очень набрали сегодня серьезные большие темпы, вот, это показало и смена восьмого на девятый этап, сегодня уже можно однозначно утверждать, что еще до экофеста, то есть где-то в середине июня, скорее всего, будет еще смена дисконта, переход на десятый этап, это значит, все задачи девятого этапа выполнены, переходим на десятый этап, и, соответственно, работа с инвесторами позволяет обеспечить сегодня выполнение и десятого этапа. Соответственно, эти все работы сегодня с точки зрения конструкторской документации уже прорабатываются, производственная база сегодня вся готова для того, чтобы обеспечить именно экспериментальное производство для функционирования экотехнопарка. Экотехнопарк сегодня полностью подготавливается, идут последние, скажем, там штрихи и последние монтажи для того, чтобы он начал работать уже как действительно демонстрационный участок, действительно как то, что показывает основы технологий. Поэтому на сегодняшний момент, если констатировать, как этап подготовки, то есть сегодня до экофестиваля осталось 88 дней, то есть мы каждый день будем и каждый вебинар с вами эту дату произносить, делать, потому что это ключевое, именно ключевая дата в развитии проекта. Проект до 1 июля и после 1 июля это будут два разных Skyway, это будет два разных проекта, это будет две разные компании, это будет две разные стадии венчурного проекта, абсолютно разные. И соответственно, мы тоже должны к этому быть готовы. И поэтому мы уделяем этому такое внимание. Кстати, сегодня РСВ, то есть главная компания, объявила о начале продажи билетов на экофестиваль, то есть билеты там будут обязательно, для нас это важно. И чтобы четко мы понимали, сколько людей приедет, регулировали. И второе, друзья, ценой на билет мы будем регулировать количество людей, которых сможет принять. Потому что экофестиваль и соответственно Марина Горка, она не резиновая, то есть то количество заявок сегодня, друзья, которое просто уже превысило 5 тысяч человек, это нереальный сегодня объем, который можно обеспечить. Поэтому сегодня оптимально считается, сколько количества участников участия в экофесте. И соответственно, билетами и ценой на билет мы будем регулировать. Естественно, чем ближе к экофесту, тем будет подниматься выше цена, когда будем понимать, сколько реально людей уже заявились и купили эти билеты. Цена сегодня оптимальная, то есть она абсолютно для всех приемлемая. Но по мере приближения и по мере того, как мы будем понимать, как идет, цена будет повышаться. И когда будет черта, там будет уже несколько раз увеличение из того, чтобы ввести ограничения на тех, кто хотел бы туда посетить экофестиваль. Поэтому кто решил для себя точно, что он хочет участвовать в экофесте, все увидеть своими глазами, увидеть дедушку Skyway и сфотографироваться с нашим Зилом, соответственно, посидеть в юнибайке, посмотреть, как все это работает, посетить производство, то давайте, друзья, планируйте это заранее. Сейчас вся система для этого отработана, делается и запущена. На сайте, соответственно, на нашем личном кабинете Skyway Capital точно так же будет продажа билетов. Поэтому вы все это можете также купить в личном кабинете Skyway Capital. Просто это буквально несколько дней, пока сейчас будет все это настроено и сделано. Так что это, друзья, тоже очень радует. Это тоже для нас очень будет большая веха. Во-первых, я с большим удовольствием увижусь с многими из вас лично, хотя с многими мы, конечно, общаемся на региональных конференциях, с кем-то в Skype, когда мне готовят встречи уже с инвесторами и с крупными партнерами. То есть мы общаемся. Ну, а так такая будет очень полезная и интересная работа для всех нас. И я с нетерпением жду 1 июля, потому что, соответственно, то, что мы там увидим, очень многие вещи для многих будут просто новинку. И вообще сейчас система изготовления и подготовки к демонстрации построена таким образом, что очень многое будет готово к 1 июля. И 1 июля это будет впервые продемонстрировано. Поэтому, друзья, тоже цените этот момент и тоже относитесь к нему с большим, соответственно, пониманием. Теперь, друзья, коротко об одном очень для нас неприятном моменте. Это связано с тем, что по мере развития проекта, по мере развития того, как мы сегодня движемся к демонстрации, к созданию адресных проектов и к заключению конкретных контрактов, мы начинаем сейчас встречать очень серьезное противодействие. И действительно начинается уже серьезная, друзья, конкурентная борьба. Относимся к этому абсолютно спокойно. Это естественное развитие проектов. Но я прошу, чтобы вы информацию, которую получаете и видите, вы анализировали. Вы пропускали это все через именно призму SkyWay, то есть то, что сегодня делается. И есть враги, и есть, соответственно, наши друзья-партнеры. Поэтому связано это с чем? Друзья, ну тут на дневном вебинаре нас там не то, что пугали, а там тролль один завелся, так сказать, пытался там напугать всех пожарниками, которые пришли на, соответственно, Марину Горку и там написали ряд предписаний о том, что там нарушается правило пожарной безопасности. Но, друзья, я могу сказать, на то они и пожарники, и это их задача всех этих чиновников ходить, говорить, что сделано не так, где не повешено ни там ведро или огнетушитель и выписывать за это штрафы. Тут я, друзья, даже не беру. Это всегда административный ресурс. То есть в России еще есть санэпиденстанция, которая может прийти что-либо закрыть. Ну, у нас санэпиденстанцию в Экотехнопарк трудно ей там сказать, что делается не так. Но, в принципе, прикопаться можно. Вот. А, соответственно, так, что тут за оставшиеся 30 минут? Вячеслав, ты не переживай, у Алексея время будет не ограничено. Я перейду в комнату для Юни-Скай-вебинара, а Алексей по времени будет не ограничен. Так что все как бы, все нормально. Не переживайте. Видите, тем более, что народ только-только сейчас просыпается и подходит на вебинар. Поэтому, друзья, пожарники нам не страшны. А что действительно сейчас серьезно происходит, это начинают работать финансовые регуляторы по разным странам, которые пытаются противодействовать работе Скайвея, которые пытаются Скайвей поставить на одну полку или на одну с такими компаниями, как Квестер Холдинг, как Биана Пуш, там еще ряд сегодня таких откровенных хайпов, которые сегодня даже с Ван Коином. Вот. И пытаются показать, что Скайвей – это точно такая же пирамида, точно такой же хайп. И, соответственно, дать рекомендации и правоохранительным органам, и инвесторам для того, чтобы они очень внимательно смотрели при инвестициях Скайвей. Здесь, друзья, с одной стороны, нам, конечно, очень интересно, когда нас ставят на одну полку или в один ряд с такими компаниями, как Квестер Холдинг. Поэтому я до сих пор очень хорошо знаю, как работает эта компания. Я знаком с руководством этой компании. Соответственно, мы венчурный инновационно-технологический проект, который сегодня решает технологические проблемы цивилизации в сфере транспорта. Мы сегодня делаем коммуникационную систему, которая приходит на замену автомобилю, самолету и железной дороги. Мы сегодня демонстрируем, соответственно, эко-технопарк и производство, а нас вставят в один ряд с откровенными финансовыми хайпами, которые просто занимаются ростом и выстраиванием, скажем, такой финансовой пирамиды. Это говорит о том, что такого рода финансовые регуляторы или те чиновники, которые дают такие рекомендации, они в принципе не понимают или в принципе не хотят разбираться в отличии и в разнице между, что такое финансовая пирамида и что такое венчурный проект, что такое Skyway. Поэтому по чисто внешним признакам, что если есть многоуровневый маркетинг, если есть крауд-инвестинговая система, значит это уже финансовая пирамида. Но, знаете, так сказать, я в детстве еще, там был такой нехороший анекдот, но это самое, когда спрашивают, там, Маша, у тебя спички есть? Он говорит, ну она говорит, да, есть. Ну раз спички есть, значит ты, извините, там, шлюха. Он говорит, а почему? Ну раз спички есть, значит ты куришь, а если раз ты куришь, значит ты пьешь, а раз ты пьешь, значит ты легкого поведения, а раз легкого поведения, значит ты, так сказать, это. Вот точно такая же логика сегодня пытаются по проекту Skyway, когда не разводят, то есть вы, когда не разбираются и не Они хотят разбираться, что происходит. Говорят, у вас есть многоуровневый маркетинг, значит, соответственно, вы финансовая пирамида. А на вопрос, что есть еще куча компаний, которые занимаются многоуровневым маркетингом, это компании, которые уже десятки лет на рынке, которые сегодня предлагают конкретную продукцию, которые сегодня лидеры в целых направлениях. Это ничего, что они как бы работают с многоуровневым маркетингом. Значит, в принципе, есть те, кто работает по многоуровневому маркетингу, но при этом являются нормальными производящими компаниями. Поэтому здесь, друзья, мы четко должны понимать, что наша единственная защита, единственный отчет и единственное наше преимущество – это технология, которую мы демонстрируем. Это экотехнопарк, который сегодня функционирует, который сегодня принимает делегации, благодаря которому появляются адресные проекты, благодаря которому сегодня и заключаются соглашения, и пишутся стратегии развития целых городов, регионов и стран. И это, друзья, будет дальше только развиваться. Кто не хочет это понимать, значит, есть две причины. Либо он не может понять, у него нет мозгов, что очень редко встречается, либо он не хочет этого понять, потому что у него другие задачи. Это, друзья, уже называется конкуренция, тем более не такая добросовестная, когда пытаются всеми методами закрыть и задавить проект. Мы нисколько не скрываем, и на последних интервью увидели, что когда был Руслан Гатаров, это вице-губернатор Челябинской области Юницкий, при встрече и при интервью с ним говорил о том, что мы финансируем сегодня это все за счет краудинвестинга, за счет народного финансирования. Мы выстроили проводящую систему, где привлекаются уже сегодня, приближается к 200 тысячам человек, активных инвесторов, которые участвуют в проекте. Благодаря этому все это построено, все это функционирует, все это дает результат, и никаких других денег ни у олигархов, ни у чиновников, ни у государства в этот проект не было вложено, и ни у кого ничего не просили. Мы сегодня работаем с партнерами, те, кто пришли в наш проект, те, кто продвигает этот проект, те, кто верят в этот проект, а мы, соответственно, выстраиваем классическую сегодня венчурную структуру, которая обладает сегодня мощным научным потенциалом, который к концу года удвоится, то есть уже обозначена цифра порядка 500 конструкторов, которые будут работать над Дзержинского 104 в Минске, это офис. Соответственно, это производство более 6 тысяч квадратных метров сегодня, это опытное промышленное производство, которое сегодня обеспечивает производство подвижного состава и элементов путевой структуры, и это сам эко-технопарк, который сегодня уже строит 3 ветки и как минимум 4 перегрузочных узла различных модификаций, которые будут показывать различные виды технологий. И это, друзья, отмахнуться или сказать, что какой-то хайп, который собирает деньги, но при этом ведет такие грандиозные строительные научные работы, это, друзья, просто выглядит смешно. И тот, кто это говорит, он просто не понимает, о чем говорит, либо не хочет понять, о чем говорит, либо сознательно вводит в заблуждение, что чаще, часто встречается, является правдой. Ну, а, друзья, это тоже вы должны сейчас понимать, потому что по мере того, как мы будем приближаться к 1 июля, по мере того, как будут все больше и больше у нас заключаться контрактов и появляться серьезных партнеров и в других странах, соответственно, вот эта грязь, она будет выливаться на компанию, на проект, лично, лично на инженера Юницкого, лично на менеджеров, которые работают вокруг. То есть для того, чтобы отвлечь внимание, для того, чтобы показать, что это все работает или там преследует какие-то цели. Здесь, друзья, я думаю, что те, кто с нами, мы в прошлом вебинаре с вами обсуждали, что это было ровно 3 года, как мы начали проводить первые конференции, то есть собирать партнеров. Я могу сказать, что нам за эти 3 года, друзья, есть, что показать, есть с чем отчитаться и абсолютно не стыдно сказать, с чего мы начинали 3 года назад, когда начали краудинвестинг и до чего дошли мы сегодня. И это только начало, друзья, серьезных шагов и дальше мы будем только ускоряться и шагать еще более и более быстрыми темпами. Поэтому, друзья, никаких здесь нет для нас ни противоречий, никаких нет секретов, никаких нет недомолвок или чего-либо, что мы бы хотели скрыть. Да, мы работаем сегодня по системе краудинвестинга, это основной сегодня источник и привлечения инвестиций и развития проектов. Мы сегодня создали венчурную систему, которая обладает научным потенциалом, производственным потенциалом, именно опытно-промышленным потенциалом по испытанию и демонстрации, где ведется сертификация. И, соответственно, сегодня имеем огромнейший пакет заказов и, соответственно, адресных проектов по применению этой технологии. И, как обратным счетом, это капитализация, которая сегодня уже воплощается именно в рельсах и подвижном составе, которая инженерной школой Юницкого создавалась не один десяток лет. Сегодня приходит время воплощения, приходит время внедрения. И еще раз, друзья, в завершение могу сказать, что грязи будет много, криков будет много, нападок будет много. Относимся, друзья, к этому абсолютно спокойно. Это сопутствующая часть проекта. Тем, кто таким образом или к вам приходит с такими рода информацией или сайтами, сначала им давайте ссылки на демонстрации подвижного состава, на демонстрацию испытаний, на адресные проекты. Если людей это не впечатляет или не убеждает, не общайтесь с ними, не разговаривайте. Потому что, если человек не хочет понять, ему бесполезно что-либо говорить. Те, кто хочет понять, он понимает и четко осознает, что такое опытное производство, что такое конструкторское бюро, что такое опытно-промышленные испытания. Это мы, друзья, как компания ведем. И это единственный наш отчет, который мы можем предоставить и сегодня показать. И сегодня готовится очень серьезный аудит крупнейших аудиторских компаний мира, которые сделают анализ того, что сделал Skyway, что построено и чем сегодня владеет ЗАО «Струнные технологии», какие инвестиции сегодня туда пришли и сколько это сегодня потенциально стоит, для того, чтобы мы могли оценить, соответственно, промежуточный этап, на котором мы сегодня с вами находимся. Ну вот, друзья, давайте тогда вот на такой, скажем так, радужной волне или там, скажем так, на таком четком настрое я передаю слово Алексею. Алексей после огромнейшего турне, серьезнейшего, так сказать, который и для компании Skyway Capital, и для компании Skyway в целом для проекта проведена колоссальная работа. И у меня, друзья, очень радостно, что у нас работают такие директора, такие, соответственно, менеджеры, такие талантливые ребята, которые в состоянии решать любые задачи. И я могу сказать, друзья, это только начало. У нас ожидает еще огромное количество, еще до Экофеста мы, друзья, еще очень много чего с вами увидим интересного, увидим важного, увидим значимого. То, что нам на Экофесте придаст еще больше уверенности о том, что путь, который мы избрали, абсолютно правильный, и результаты, которые мы ожидаем и к которым мы идем, они абсолютно четко достижимы, и они абсолютно четко будут достигнуты. Алексей, тебе слово, а я, друзья, тогда сейчас отключаюсь, и после вебинара, когда закончит Алексей, у вас будет возможность перейти на Unisky вебинары. Там будут три площадки, будут венгерская, словацкая и итальянская. И у кого будет желание, тоже можете послушать. Это будет другой. Благодарю, Анатолич. Да, дорогие друзья, я рекомендую обязательно тоже смотреть записи вебинары вот именно формата Unisky вебинар, потому что мы там с Сергеем Анатольевичем именно выверенно, четко, аргументированно даем информацию. То есть я проводил эти вебинары два или три раза, сейчас уже точно не вспомню. Но прошлый вебинар, я могу сделать такой промоушен, раскладывали буквально по цитатам Сергея Анатольевича. И сегодня мне Сергей Анатольевич поведал, что готовился к нему четыре дня. То есть тот вебинар, к которому Сергей Анатольевич готовился четыре дня, как минимум в записи стоит пересмотреть абсолютно всем людям, кто желает активно развивать проект Skyway. Я приветствую вас, дорогие друзья. Я давно, так скажем, относительно в рамках проекта Skyway не виделись на вебинаре. Давно это полторы недели. И это неизмеримо большой срок, который сегодня для проекта Skyway можно сравнить с полуторами месяцами, допустим, в прошлом. И то, что произошло, вот визит делегации Челябинской области, я буквально вкратце остановлюсь и буквально хотел бы выразить благодарность, уважение Руслану Усмановичу Гатарову и команде, его в лице помощника одной из правых рук Александра Олеговича Шипилова, то есть тот, кто зачерил Челябинскую область непосредственно уже на территории Московской области отвечает. И это первая губерния, которая не побоялась подкрыто заявить о том, что посещает уже в новейшей истории Skyway, уже после 2014 года, когда нас пытаются и смешивать и с грязью сейчас, и Сергей Анатольевич абсолютно правильно говорит, что то ли еще будет. Дорогие друзья, это называется уже даже не тролли, это называется, возможно, и маркетинговые войны, уже такие первые баталии будут происходить, потому что наши противники будут знать, на что давить, ну а мы, соответственно, будем знать, о чем предупреждать нашу краудинвестинговую систему, всех нас с вами, потому что предупрежден, значит вооружен. Я хотел бы отметить буквально кратко несколько аргументов, то есть были обсуждены на этой делегации, во время этой делегации несколько проектов, то есть МИАЗ-Златоус с остановкой на Солнечной долине, это зимний курорт, где проводился в недавнем времени фристайл, мировой чемпионат по фристайлу, сноубординг и другие фристайловые зимние виды спорта. Там планируется строительство полутора тысяч также объектов, именно малоэтажных, и вполне возможно, что также по технологии Skyway даже дома будут строиться. Ну и, естественно, проект обсуждался в Челябинске-Екатеринбург, который, как отметил Анатолий Эдуардович, это уже проект геополитического масштаба, и такая веха экономики, раскрутки экономики, выхода из кризиса, возможного для Российской Федерации, потому что это часть нового шелкового пути. И еще раз давайте, пожалуйста, выразим благодарность вице-губернатору Челябинской области. Я думаю, что это не просто информационный повод, это не просто визит, а уже мы продолжим работать над конкретными адресными проектами. Вот этот замечательный профессионал уже своего дела, Кирилл Бадулин, директор департамента адресных проектов, и еще недавно, как и Анатолий Эдуардович, был одним в ЗАО струнной технологии, Кирилл был единственным сотрудником в этом департаменте. Сейчас работает уже фактически 5 человек вместе с Кириллом Бадулиным. Я могу сказать, что этот отдел будет неумолимо и неутомимо расширяться, потому что над адресными проектами нужно сейчас работать все больше и больше. У нас есть все шансы, дорогие друзья, в 2018 году выйти уже на проект Челябинск-Екатеринбург. Руслан Усманович это подтвердил. Если, когда мы покажем скорость больше 250 км в час, возможную для скоростной трассы Челябинск-Екатеринбург. Естественно, пассажиропоток, грузопоток в той логике уже он будет немножко другой. То есть это достаточно серьезная веха. Но сегодня на дневном вебинаре я так подробно остановился. На вечернем решили не останавливаться подробно. Ну, естественно, не остановиться на этом я не мог, потому что я был поражен масштабностью мышления Руслана Усмановича. Я могу сказать, это новый визионер. Именно вот России, именно человек, который прорывается еще с университетских времен, к власти прорвался. И я могу сказать, что возможно и с помощью технологии Skyway путь Руслана Усмановича будет продолжен и на более вышестоящие позиции. Возможно и без помощи Skyway, потому что Руслан Усманович весьма талантливый именно политик и экономист. И многие-многие регалии можно присвоить. Потом у меня поездка развивалась таким образом, что с Минска я через Москву поехал в Сингапур. Там я могу сказать, что мы поставили на рельсы бизнес-инвестпроводящие системы в Сингапуре. И несколько лидеров были промотивированы. Стефан Бодзер стоит отдать должное нашему именно Sky Traveler. Я бы так назвал Стефана. Мы обязательно введем в будущем статус для подобных таких людей, которые ездят, тратят свое время в первую очередь, тратят свои средства на открытие новых стран и именно запуску через штучных лидеров. То есть это штучная такая профессиональная работа, которую в синергии мы со Стефаном сделали. Буквально сразу с аэропорта я отправился на встречи, ненадолго заезжая в отель, буквально переодевшись. И сразу с Джоном, с Джейсоном мы встретились. И буквально я могу сказать, результат за 15 минут инвестиция в 3000 долларов. Вот такой вот рынок Сингапура, дорогие друзья. То есть мы с Виктором Бабуриным в шутку так подсчитали, сколько теоретически может быть привлечено средств за месяц при таком темпе. Ну, немалое количество средств может быть привлечено. И наблюдая за жизнью Сингапура, я могу сказать, что с огромным потенциалом регион. И фактически из ниоткуда появился этот регион, потому что он находится на стыке именно торговых морских путей. И огромное количество горячих денег в какой-то момент времени пришло в Сингапур. Естественно, Сингапур этим воспользовался. Сейчас Сингапур будет, могу сказать, пользоваться возможностью внедрения в том числе технологии Skyway. Но об этом я расскажу чуть позже. С Сингапура мы отправились уже в Индонезию, Джакарту. Буквально полтора дня у нас была встреча и возможность посмотреть транспортную обстановку. Подчеркиваю, мы не смотрели какие-то памятники. Ну, буквально заехали в старый город Джакарты, потому что и красивый район, и велосипеды там, как вот на Кубе различные ретро-автомобили, так вот в старом городе Джакарты велосипедные разноцветные. Абсолютно доброжелательный народ, и народ понимает, что действительно должно прийти какое-то спасение от этих убийственных сумасшедших пробок, и какое-то решение должно появиться. Решение пытались делать в виде монорельса, и этому доказательству многочисленные опоры в центре Джакарты, которые так и остались стоять, и ничего там не было построено, потому что политические власти сменились, был определенный конфликт, непонимание, и, соответственно, эта стройка так и осталась в замороженном состоянии. И даже вот с партнерами мы потом обсуждали, что с этими опорами можно сделать. Я думаю, что, скорее всего, с ними ничего нельзя сделать, потому что наши опоры, это все-таки также и определенные ноу-хау, и определенные стандарты должны преследоваться при строительстве, возведении, монтаже опоры и далее монтаже на них путевой структуры. И вот здесь вот вы видите первую такую серьезную встречу уже после продолжения становления на рейсы краудинвестинговой системы. Я могу сказать, что в Индонезии у нас уже к тысяче активистов приближается именно под руководством Эдвина Сору, это наш лидер, и два вебинара англо-индонезийских дали мощный заряд и Эдвину, и всей команде, и, собственно, результатом была проведена конференция, на которой присутствовало где-то 30 лидеров, которые, не побоюсь этого слова, приехали с самых различных островов. И это действительно показательно, потому что люди потратили свое время, и не просто там можно добраться на автомобиле, нужно пользоваться самолетом, и нужно нести определенные затраты и на конференцию, и на проживание. И несмотря на то, что только первые десятки тысяч рубеж привлечения инвестиций в Индонезии был преодолен, но Эдвин уже всеми руками за абсолютно развивать рынок и даже требуемым жестким правилам следовать. Жесткие правила у нас формировались. То, что предопережает, так скажем, свой монолог в вебинаре, я хотел бы сказать, что адресные проекты, процесс по адресным проектам в Индонезии запущены. Поэтому Эдвину придется жить в строгих условиях развития инвест-проводящей системы по иным понятиям, по иным юридическим аспектам, нормам, чем в других странах. И постепенно мы будем корректировать вообще по всему Skyway Capital эту схему развития. Мы будем менять схему донесения информации. И, соответственно, я могу сказать, что так или иначе, рано или поздно во всех странах будут появляться адресные проекты. И инвест-проводящая система, и корпоративная составляющая, именно холдинга уже Skyway, они будут идти параллельно. Поэтому наша задача, именно как сейчас краудинвестинговые площадки, в будущем инвестиционного фонда, обеспечить параллельное взаимовыгодное сотрудничество и содействие, чтобы ничто не мешало друг другу. И, собственно, первая встреча, которую я хотел бы сказать, что одна из самых таких вот серьезных моих встреч за историю развития проекта Skyway. Раньше я мог сказать, что с губернаторами, с министрами, с мэрами были серьезные встречи. Но, извините, когда вы общаетесь, и нужно на технические вопросы отвечать бывшему директору ООН, ответственному по изменению климата, именно направлению. И с его подачи была подписана конвенция об изменении климата в Париже. Несколько лет назад более 100 стран, сотни стран подписали эту конвенцию. Это господин Чанг. Я могу сказать, что, опять же, теория рукопожатия, опять же, теория развития и сетевого построения корпорации сработала здесь на славу, потому что изначально Аркадием Бирюковым был получен контакт. Он познакомился с Чангом лично, перекинулся парой слов. Потом контакт мог бы быть, был потерян, потому что Чанг общается на английском, иностранном языке, в переписке. И подхватил уже Владимир Лазовский. Вот посередине вы видите этого замечательного в расцвете сил мужчину, несмотря на то, что ему фактически уже за 60 лет. Выглядит достаточно молодо Владимир. Ну и боевой дух настроен на Skyway, и у него такой же молодой. Выставка пробудила в нем огромный интерес, как к развитию уже и краудинвестинговой системы по всему миру. Владимир мне сказал, что уже нескольких он привлек Камерун или Кувейт, что-то такое. То есть наши темнокожие Skyway-товарищи также уже начинают активно развивать Skyway. И, кстати, еще один прогноз я мог бы высказать. И я думаю, что имею право это сделать, потому что прогнозы по инвест-проводящей системе мои сбывались. Если 2016 год это год шествия Европы по направлению Skyway, 2017 год, я еще с середины 2016 года говорил, что это будет начало Азии, параллельно в 2017 году мощно начнет шествие Африка. И все темнокожие, так скажем, наши содружественные государства, которые также ожидают прихода технологии Skyway, потому что сразу с Индонезии Виктор Бабурин отправился. И, так скажем, я его догнал в Бангкоке, в аэропорту, потому что чуть позже вылетел, мы с ним переговорили. И он отправился уже в одну из африканских стран по приглашению президента Тогу, то есть республика Тогу. Там, собственно, сейчас также готовят контакты с Нигерии. И непосредственно я общаюсь тоже с людьми. И, опять же, этот ресурс был получен с такого источника, как Инстаграм. Кто замечает, не замечает, я чуть попозже дам ссылку на свой Инстаграм. Обязательно подписывайтесь, смотрите, как я веду. И мы будем в будущем обязательно уже ввести именно тренинги, как охватывать иностранное пространство и так далее. Ну вот Владимир Лазовский также будет ввести Инстаграм, так как у него очень сочный контент. Он живет на одном из прекраснейших островов Таиланда и, собственно, будет захватывать аудиторию довольно мощно. Я думаю и абсолютно уверен. Результат переговоров с господином Чангом был абсолютно положительным. И я без тени каких-либо сомнений могу сказать, что в этом году мы будем ожидать его приезд на экотехнопарк. Возможно, с делегацией, возможно, он один приедет. Но он сказал, что эта технология действительно революционно преобразит экологию мира. И это как раз-таки то решение, которое ждал весь мир и по изменению климата. Но когда ему в завершении уже ответов, после ответов на все технические вопросы, то есть по опорам, по поворотам, по радиусу, по кривизне, по углу, по пассажиропотоку, по условиям применения технологии строительства, монтажу, задавал очень много технических вопросов. Я думаю, что вся команда в лице и Анастасии Лейко, это, кстати, замечательная хрупкая девушка, организует все выставки. И сейчас вот следующая выставка 10-12 мая в Индии. Я также планирую на ней присутствовать. Это и бравые наши инженеры и руководители своих направлений инженерных Андрей и Евгений. Я с этими ребятами уже так вплотную познакомился и после инотранса. Я могу сказать, что квалификация донесения информации именно как не инженеров, а именно как маркетологов, продвиженцев, промоутеров и переговорщиков растет просто на глазах. То есть уровень до инотранса и уровень уже на индонезийской выставке ребята выросли очень серьезно. Ну и про Владимира я сказал. Дорогие друзья, мы пообщались по поводу некоторых венчурных фондов. Господин Чанг дал контакты. По поводу того, как доносить информацию до именно государства. То есть будут преобразованы и брошюры. В некотором плане появятся разделы непосредственно уже по типам транспорта. Я думаю, как дойдут руки у отдела маркетинга. И Виктор Игоревич Бабурин тут сдирижирует. Многие смеются. Почему я и не то что смеются, удивляются. Раньше Виктор Бабурин и, собственно, сейчас вот почему Виктор Игоревич. Потому что я могу сказать со всей ответственностью, что Виктор сейчас абсолютный начальник. И по праву абсолютно занимает постпозицию замдиректора, зауструнные технологии, замгенерального директора. И руководит множеством процессов даже с помощью мобильного телефона. Просто находясь в самолете, просто находясь в аэропортах. Я видел лайфстайл Виктора и насколько много времени он вообще уделяет отдыху. Я могу сказать, что это примерно 10% отдыху именно в переездах. И остальное 90% это работа, работа и работа. Ну и, дорогие друзья, начинаем уже непосредственно наш экскурс по выставке. И вот первая встреча прошла до выставки, потому что Виктор Бабурин прилетел попозже. Были дела именно в головной компании. Поэтому было передано это важное событие, как встреча с господином Чангом. Нам непосредственно, я считаю, что отлично справились именно командной работой. 29 марта у нас началось посещение стенда. Многие компании посетили, я думаю, что со всей выставки. Мы находились в секторе Д2. Это транспорт железнодорожный, традиционный. И были представлены диплодоки современной цивилизации. Почему в диплодоке они бронтозавры, птеродактили, как Сергей Анатольевич называет диплодоки. Потому что это все-таки травоядные были динозавры. И автобусы, автомобили у нас потребляют намного меньшее количество топлива, чем, к примеру, самолеты. Выскоскоростной транспорт был представлен. Множество транспорта. Бомбардир были наши соседи. И я расскажу, вот не рассказал на дневном вебинаре, вспомнил. Бомбардир нам любезно отдали все стулья, когда на третий день внезапно подошли. И не было какой-то конкретной договоренности. Просто выявили, изъявили сами желание подойти представителей, именно высший руководящий состав Национальной железнодорожной ассоциации Индонезии. Сели за стол переговоров с Виктором Бабуриным, с Анастасией Лейко. И, собственно, я параллельно общался на тот момент в третий день, не зная о том, что это был министр энергетики Индонезии. Но, дорогие друзья, тут уже донесение информации, оно настолько автоматизируется, повышается уровень, что не важно, какой уровень твоего собеседника, всем будет после донесения нами информации интересна технология Skyway. И я могу сказать, дорогие друзья, что в этот раз мы значительно повысили уровень и обработки контактов. Ни один контакт не прошел мимо, не прошел даром. И вся команда работала на 100%. Могу выразить благодарность Владимиру Лазовске. Это тоже человек, который присоединился к нам в команду именно по донесению информации на выставке. Посмотрим, как будет развиваться событие. И мы выстроили некоторые планы с Владимиром уже после Парижа. Будем обсуждать и по продвижению в Skyway Capital. Но выставка его зарядила неимоверно. И он без устали говорил, говорил, говорил и доносил информацию всем посетителям, которых мог охватить именно стенда Skyway. Дорогие друзья, именно практика, именно практика позволяет в будущем общаться уже на высоком уровне. Поэтому я агитирую всех, кто имеет возможность. 10-12 мая запланируйте и посетите выставку в Индии. Если у вас есть какие-то контакты, мы на этом будем не раз еще останавливаться. Я сформирую определенный скрипт, определенные тезисы, которые нужно будет использовать со своим контактным листом. Приглашайте на переговоры, потому что даже на второй день прошли переговоры с серьезным индонезийским венчурным фондом. Инициатором был Денис, меня с техподдержки поправил сегодня, Евгений Кудряшов, то есть это наш директор Skyway Capital, именно первый директор Skyway Capital и тот, кто с самых первых шагов Skyway Capital развивает это направление. И вот, пожалуйста, контакт буквально из сети родился с венчурным, серьезным индонезийским фондом. Виктор провел блестящие переговоры. Я общался параллельно с другими посетителями. Результат был то, что представители этого венчурного фонда, топ-менеджмент, очень серьезно заинтересовались после того, как Виктор сказал, что мы будем сотрудничать с локальными, местными строительными, металлургическими компаниями. Как раз-таки топ-менеджеры – это одни из владельцев именно ряда строительных, сталилитейных, металлургических компаний. Их это очень сильно заинтересовало. И, собственно, установили договоренности по сотрудничеству. И, собственно, давайте пройдемся по сухим тезисам. Я без всяких эмоциональных приукрас, потому что тут достаточно абсолютно, так скажем, сейчас рассказывать то, что произошло на выставке без каких-либо преувеличений и так далее, какого-то эмоционального настроя. Потому что действительно был выполнен результат не на 100, а на 200, а на 300% именно по выставке в Индонезии. То, что было на Inotrans, дорогие друзья, мы этот уровень переросли. И я могу себе только предположить, представить, а будет еще лучше то, что уже будет в Индии. Потому что там уже адресные проекты конкретно сформированы. Нам на первый день предложили вступить в Европейскую Международную Ассоциацию Общественного Транспорта. Пригласили на предстоящую ближайшую выставку железнодорожную азиатскую в Гонконг в мае. Виктор уже как вернется с командировок своих многочисленных, а потом уже с Тогу, он непосредственно отправится в Италию на переговоры с крупными инвесторами во Флоренцию, если не ошибаюсь. Выходите на Виктор, выходите на меня. Если у вас есть контакты в Италии, серьезные, будем согласовывать и состыковывать. Если уже остались пробелы в графике Виктора. Оттуда он отправится в Киев уже по подготовке серьезной и упрочнению нашей юридической схемы. То есть мы сейчас готовим в Skyway Capital определенные очень серьезные процессы в ответ на то, что сейчас будет происходить, о чем предупреждал Сергей Анатольевич Собиряков. Я общался с катарцами. Вот вы слева видите представителей Катары. Это топ-менеджеры, один девелопер, второй это топ-менеджер, руководитель инфраструктурных компаний, занимающихся инфраструктурными проектами, строительными объектами по Катару и пожаловались, так скажем, что в ходе предстоящего чемпионата мира до сих пор не решены проблемы пробок, до сих пор непонятно, каким будет транспортное сообщение вот этого всего потока людей, которые прибудут на чемпионат мира по футболу и не за горами это событие. Поэтому будут обсуждать. Ну и непосредственно мой, так скажем, человек, опять же, контакт был получен с Инстаграма. Я вел прямую трансляцию, если не ошибаюсь, в БРНО. И один из топ-менеджеров видел эту трансляцию, там всего-то присутствовало три человека. Но вот один из этих трех был очень серьезным и специалистом по инфраструктурным проектам и продавцом. Сейчас он с более чем 20 различными компаниями пообщался, говорит, что для меня хорошие новости. Вот я думаю, что завтра, может быть, сегодня я с ним выйду на связь и обязательно буду держать вас в курсе на следующих вебинарах. То есть команда по арабским странам непосредственно помимо команды Алла Аль Шаир и Абдул-Рахим Наки растет на глазах и я думаю, что параллельно этот процесс будет развиваться. Еще бы краудинвестинг там прибавился, потому что в арабских эмиратах вы понимаете, какой потенциал было бы вообще замечательно. Если у вас есть какие-то контакты по арабам, давайте начинайте вести вебинары именно в логике взаимодействия и параллельного развития с будущей управляющей компанией. Как мы и говорили, что управляющая компания будет сформирована, наверное, в этом месяце уже будет зарегистрирована компания в странах Персидского залива и, соответственно, сеть также можно там развивать. Но, естественно, мы будем как члены правления Skyway Capital, так же как в Азии, корректировать и направлять, создавать правила. Иногда они будут жесткими для активистов по сети. Ну, я думаю, что не нужно объяснять, какой потенциал у нас в странах Персидского залива по привлечению инвестиций. Поэтому, дорогие друзья, давайте насчет этого также сосредоточимся. Я, например, сосредоточился и вижу в этом огромный потенциал. Я говорил про Сингапур. В первый день также приходили к нам с Сингапура представители, и мы ввели новую логику видеоотзывов. И, так скажем, я с GoPro уже своей ходил. Если Сергей Анатольевич ходит со смартфоном, вы меня на выставках увидите с моей GoPro. И я снимаю уже после того, как была донесена информация с эмоциональным настроем. Отзывы от крупнейших топ-менеджеров и различных представителей с различных стран, с различных организаций, фирм. Я искренне надеюсь, что эти отзывы попадут на официальные источники, потому что вся информация была передана Андрею на флешку. И я, собственно, думаю, что как только Анастасия и группа наших бравых инженеров доедет до Минска, вся информация будет передана. Там более 15 отзывов на английском языке. Мощнейшие отзывы и люди абсолютно чисто, открыто говорили о нашей технологии, перспективах развития Skyway непосредственно со стенда Skyway. И это железобетоннейшие аргументы также по продвижению как адресных проектов, так и инвестпроводящей системы. Я не буду разграничивать эти процессы. Я сейчас их буду всегда запараллеливать. И мы будем, как я и говорил, уже корректировать направление инвестпроводящей системы, чтобы ни в коем случае не возникало конфликта. Ну так вот, Сингапур. Возникло направление и желание реализовывать именно в плане туристическом. То есть заинтересовала концепция юнибайков. Я сам побывал в Сингапуре, я поразился технологичности и экологичности этого замечательного города. Город с численностью более 5 миллионов, а 5,5 миллионов это вся Словакия, дорогие друзья. Да, Сингапур это один остров, да, это один город, но какой потенциал вы увидите в ближайшие месяцы, как только мы начнем показывать объемы именно по сингапурской инвестпроводящей системе. Параллельно там начнут развиваться адресные проекты по туристическому направлению. Потому что господин Чанг, и мы переспросили у сингапурских наших инфраструктурных уже на сей день коллег, сказали, что да, действительно, примерно 7-10 лет в идеале должны тестовые испытания именно в эксплуатации уже пройти технология и, собственно, после этого уже в городской пассажирский транспорт ее будут применять. Но так как туристический легкий прогулочный транспорт какой-то особой сверхсертификации не будет требовать, то почему бы не выстроить, допустим, прогулочную кольцевую трассу вокруг Сингапура. Поверьте мне на слово, там есть на что посмотреть и поверьте мне на слово, что один лишь такой проект, одна лишь такая трасса, даже если на нескольких километров она будет построена, то это привлечет новый туристический потенциал в Сингапур. Господин Чанг это бывший директор Организации Объединенных Наций по направлению изменения климата, с которым были проведены переговоры за день до выставки непосредственно мною, Владимиром и всей командой ЗАО «Струнные технологии». Нас первый день снимал индонезийский бизнес-канал. Буквально за руку я привел на стенд представителей, оператора, репортера. Взяли интервью и где-то на пространстве индонезийском появится этот репортаж. К сожалению, потом не удалось их поймать и взять контакты, но с удовольствием, с интересом снимали наш стенд и сказали, что это действительно самая инновация на всей выставке. Ну и я могу сказать, дорогие друзья, наш стенд, мы учли весь опыт инотранса, был виден с самого выхода. И когда многие наши партнеры, коллеги приходили на стенд, с легкостью находили стенд, я думаю, что так же легко можно будет найти в Индии. И этому поспособствует, естественно, Анастасия Лико, как профессионал, организатор этого направления выставок. Также в первый день нас посетили, вы видите, вот справа это наши белорусские коллеги, и там определенная история с представителем властей Беларуси. Также были многочисленные письма, и определенная реакция последовала. Вот белорусские коллеги посетили и отметили также большой прорыв в развитии технологии Skyway. В первый же день нас посетили представители Министерства транспорта именно в городе Джакарта. Вот вы видите, Анастасия тут проводит презентацию, мы параллельно с Виктором общаемся. То есть на стенде не было, так скажем, пробелов, и только вот перерывы на обед чуть-чуть пустовал наш стенд, и то постоянно посетители окутывали наш стенд. И вот вы видите, что был проведен вебинар прошлый, я прошу прощения за неполадки. Так скажем, наш младший индонезийский брат интернет подвел. Не такой он мощный, мобильный, хотя был самый лучший взят. И так вот, скажем, с рабочего места, со стенда прямо был проведен вебинар. Ну и я могу отметить, дорогие друзья, такой контакт очень серьезный, очень мощный. Первого дня как посол Южной Африки. Это такой серьезный очень и политик, и футуролог, не побоюсь этого слова, потому что вот поговорили с ним о футурологии. Я ему рассказал про концепцию мобильности 5.0, про концепцию мгновенного перемещения, что Unibike у нас будет пользоваться больше популярностью, чем смартфоны. Сегодня пользуется в ближайшие 5-7 лет. Он внимательно выслушал и сказал, что я знаю Илона Маска. Чуть ли не под стол ходил Илон Маск, когда, собственно, вот этот замечательный мужчина также занимал уже руководящие посты в Южной Африке и пообещал связать с Илоном Маском, не зная, хорошо это или плохо. Но в любом случае, я думаю, что все, что не делается, то к лучшему. И мы можем это всегда скорректировать, всегда вежливо отказать, либо перенести встречу с Илоном. Но рано или поздно гении и умы современной эпохи, они встречаются. Я имею в виду Илона и Панатолия Эдуардовича Юницкого. Все равно когда-нибудь пути пересекутся. И посол Южной Африки также дал видеоотзыв. Я могу сказать, дорогие друзья, что это был блистательный отзыв именно как футуролога. В этом отзыве вы прочувствуете именно футурологию политика посла Южной Африки. И он сказал, что далеко не только в Африке, в Африке огромный потенциал, но по всему миру эта технология будет развиваться. Он не слушал наши вебинары, но сказал, что быстрее, чем современные технологии, наверное, он имел в виду интернет. Мы с Виктором провели множество обучений, так скажем, студентов за эти четыре дня выставки. И присутствовали различные университеты. Эти фотографии не могут не радовать. Интерес был у студентов огромнейший. Дорогие друзья, они как раз таки будущие чиновники. Они будущий топ-менеджмент, который будет управлять транспортной инфраструктурой страны. И они верят и видят перспективу технологии Skyway. Естественно, с такой вот именно молодой, молодым задором, молодым именно юмором они приняли технологию, но задавали очень серьезные вопросы, которые я не слышал на русских выставках в Москве. То есть, ребята, я могу сказать, действительно серьезно заинтересовались технологией и будут доносить уже эту концепцию, я думаю, до своих ректоров, проректоров, профессоров. То есть, идея Skyway, она полетела просто по Индонезии. И уже на третий день я могу сказать, что наши партнеры индонезийские, вот эти вот 25-30 людей. Владимир Лазовский в Фейсбуке разместил такой пост, что президент Индонезии сказал такую фразу, что немножество людей могут изменить всю ситуацию в Индонезии и вывести ее на лидирующие позиции в первую тройку. Всего лишь 10 молодых ребят, именно перспективных, активных, энергичных. Я могу сказать, что у нас есть больше, чем 10 таких молодых ребят, которые с удовольствием будут помогать инфраструктуре Индонезии и развивать адресные проекты. Я могу сказать, что первый день у нас был такой разминочный и несмотря на то, что были получены контакты по индонезийской сертификации, то есть нас с распростертыми объятиями уже ждут. И только готовились контакты по приходу уже представителей Министерства транспорта всей Индонезии. Наши партнеры, вот вы видите слева, ой, справа извиняюсь, именно вот член семьи Skyway. И почему семья Skyway? Потому что родственники занимаются проектом Skyway. Больше года контактирует с головной компанией. Кирилл Бадулин сразу смекнул и сказал, что есть контакты определенные и давайте, соответственно, общаться, общаться с нашими уже существующими коллегами. И вот Дина и его партнеры, родственники, они без всяких вопросов высказали желание поддержать выставку, то есть провизию, еду, питье и подготовку стенда, абсолютную помощь оказывали именно они. И это, я могу сказать, тоже командная работа, то есть интернациональная. Кирилл Бадулин вспомнил об этом контакте, Анастасия уже с Ольгой абсолютно великолепно подготовились к выставке и с максимальным качеством, которое максимально возможно на индонезийском пространстве, на азиатском пространстве был подготовлен стенд. Естественно, по сравнению с европейским качеством, качество полиграфии, допустим, именно вот бэкграунда, фона стенда, оно невозможно в сравнении привести. Но я могу сказать, что на азиатском пространстве наш стенд блистал просто на фоне остальных стендов и это отмечали многие посетители. 30 марта, второй день, соответственно, мы уже готовились к тому, что 31 марта Виктор улетит в Сурабаево общаться с представителями властей по поводу адресных проектов. Но адресный проект в Сурабаево сам пришел к нам. Один из руководителей строительной организации сказал, что они рассматривали допельмайр, фуникулеры, канатную дорогу. Абсолютно не подходят под пассажиропотоку по стоимости, по скорости перемещения. Поэтому были рады и счастливы действительно видеть подобную технологию, обменялись контактами. Все это попадет в отдел адресных проектов, департамент адресных проектов, директором которого является наш замечательный Кирилл Бадулин. То есть вот это первый адресный проект, помимо Сингапура в Индонезии, который родился на выставке. Но потом началась действительно вереница, начались происходить, как мы называем, чудеса Skyway, но чудеса, к которым мы уже начали привыкать. То есть нас пригласили в октябре на выставку в Индонезии. Это уже вот если в мае в Гонконге будет, в сентябре у нас инотранс, в октябре у нас планируется выставка вторая в Индонезии, на которую приедут все министры Индонезии именно с целью создания концепции манифеста стратегии развития Индонезии на ближайшие 2-3 года. То есть они искренне желают вывести на лидирующую позицию в первую тройку мировых экономик. И с помощью технологии Skyway я могу сказать, дорогие друзья, это более чем абсолютно возможно. И сейчас начинается такая азиатская гонка, я бы сказал, Индонезия, либо Индия. А еще вы помните, что параллельно движутся арабы. Для нас, дорогие друзья, это в любом случае хорошо. И это ответ на вопрос, подкуда возьмутся дивиденды, какие будут дивиденды и, собственно, сколько адресных проектов будет сформировано, потому что именно от них будет рождаться капитализация. То есть мы на этой выставке в Индонезии, скорее всего, также будем принимать участие. Это уже Виктор Бабурин примет решение чуть попозже. К нам приходили непосредственно уже во второй день с инспекции транспорта Джакарты. Также высочайшая оценка была получена представителями и, собственно, теми людьми, которые продвигали проект Skyway на нашем стенде. И все это было зафиксировано также в виде видеоотзывов, либо в виде статей. В дальнейшем в новостях это, скорее всего, обязательно появится. Про Индонезийский фонд я сказал. На второй день произошла великолепная встреча. Ну и также на второй день мы встретились с людьми, которые являются профессионалами инфраструктурного бизнеса. То есть это роды хуки, это аллы альшаиры именно на азиатском пространстве. Это действительно бравый богатырь Руслан, который после донесения более трех-четырех месяцев информации о подготовке Сергеем Анатольевичем и пришел, так скажем, посмотреть в первый день, что такое вообще технология Skyway, посмотреть, пообщаться на стенде. На третий день он уже готовил очень серьезные контакты. И это, я могу сказать, дорогие друзья, дорогого стоит. И это действительно одна из самых главных, помимо адресных проектов, заслуг на выставке Индонезия Railway Tech 2017 в Джакарте. То есть это именно конкретная связка и синергичная уже работа с Русланом, с Мадиной, с другими партнерами Руслана. И это серьезнейшая организация, которая занимается серьезнейшими проектами. Сейчас они занимаются проектом на 140 километров. В первую очередь будет рассматриваться территория как минимум 40 километров адресного проекта. В идеале это будут все 140, потому что Руслан сказал такое экспертное мнение, что именно на одном из островов они не видят иным применение другого транспорта, чем технология Skyway. Это также высочайшая оценка человека, который более 15 лет развивает серьезные инфраструктурные бизнесы, имеет свой бизнес по именно снимкам геодезии со спутников. Это серьезнейший бизнес. И тут у нас никаких проблем по геодезии не будет, потому что это бизнес Руслана на территории Индонезии и Малайзии и всего азиатского пространства. Мадина это, соответственно, крупнейший игрок в области права, юриспруденции. И это юридический костяк, именно правовой костяк будущей управляющей компании по Индонезии, Skyway Индонезии, именно договоренности, которые были установлены в ходе выставки в Джакарте. И это, дорогие друзья, 300% результат, который можно было достигнуть. Но если говорить, что вот мы просто пообщались с Русланом и установили дальнейшие взаимоотношения, это было бы сказать ничего. Потому что на следующий день Руслан уже приготовил контакты непосредственно с комитетом, который отвечает за национальную экономику и промышленность всей Индонезии. То есть мы пообщались с в прошлом представителями правительства Индонезии, сегодня они являются ключевыми людьми, которые отвечают за то, будет, появится или нет. Инфраструктурный проект имеют конкретные выходы на все необходимые инстанции. И, собственно, все девять этапов, которые по логике, по правилам в Индонезии нужно пройти по согласованию того или иного проекта, мы будем проходить намного быстрее, потому что у нас есть сейчас нужные связи. И вот слева вы видите, ну вот за исключением нас с Виктором, но мы также будем принимать непосредственно участие в этом всем индонезийском процессе. Слева, если считать второй, видите, в черной рубашке это наш австралийский коллега, тоже партнер Руслана, и он присутствовал на выставке, тоже был поражен вообще масштабом и скоростью развития проекта Skyway. Ну и справа вы видите уже вот с самой правой стороны, это молодой партнер, очень талантливый партнер Руслана, то есть чуть больше 30 лет, и этот молодой парень уже на сотни миллионов долларов занимается проектами. И, собственно, вот такая команда сейчас будет в составе будущей, не то что управляющей компании, потому что были установлены достаточно серьезные прорывные договоренности. Это также синергичная работа команды всей, которая присутствовала на стенде Skyway, но в первую очередь Виктора Бабурина. Более выгодные условия еще были получены для головной компании, ну и непосредственно по всем адресным проектам управляющей компанией уже в холдинговой структуре составляющей будут появляться одна за другой по адресным проектам, ну и первый адресный проект с подачи Руслана, он уже в принципе согласован и сформирован, осталось согласовать там Skyway. И, собственно, инвестирование, все продвижение, это тоже также согласовано, все это поставлено на рельсы и в плане юридического, и в плане финансового, и в плане принятия инвестиций, пересыла инвестиций. То есть вот тот процесс, который мы вот сейчас ожидаем от Франтишика Солара, сейчас с одного из европейских банков мы ожидаем транш, вот про который мы вам говорили, несколько миллионов долларов. Все еще ожидаем, дорогие друзья, и уже, так скажем, Франтишик все, что можно, представил доказательства. Ожидаем этот транш, и как только он будет совершен, обязательно мы вас об этом оповестим. Но чтобы таких вот загвоздок проблем не было, все это поставлено на рельсы и в плане взаимоотношений, бизнес-отношений, и в плане прямых контактов с нужными людьми у Руслана. И я действительно рад и счастлив, что мы достигли такого консенсуса и сотрудничества, и переговоров. Закрепили, так скажем, именно в плане тимбилдинга первый день общения. Руслан организовал параллельный поход, и не прекращались переговоры, общение уже не в формальной обстановке. То есть мы с Виктором посетили еще параллельно один из крупнейших электронных фестивалей, где один из мировых диджеев выступил. Но, естественно, целью было именно это такой тимбилдинг, еще более сплочение всей команды, которая будет работать на индонезийском пространстве. Виктор Бабурин пошутил, что, возможно, ему предстоит перебраться куда-то поближе на территорию азиатского пространства, потому что и Арабские Эмираты, и все страны Персидского залива относительно недалеко по сравнению с Минском находятся. И сказал, что, в принципе, наверное, настала пора ему задуматься о ЗАМе. То есть это будет уже ЗАМ-ЗАМ генерального директора ЗАО «Струнные технологии». Потому что я могу сказать, что с обилием командировок и с обилием перемещений такой человек, скорее всего, Виктору понадобится. Мы обязательно узнаем, как это произойдет, но Виктор уже насчет этого начал задумываться, потому что чего не отнять у Виктора. Он абсолютно контролирует все процессы, где бы он ни находился, даже я наблюдал, как он множество параллельно процессов контролировал, просто находясь перед взлетом в самолете. Это действительно профессионализм, который я с удовольствием перенимаю, когда лично общаюсь с Виктором Бабуриным уже в реальной жизни. Также 31 марта у нас уже присутствовала наша делегация skywayщиков в Индонезии, которым придется в очень сложных условиях развития инвестпроводящей сети и правилах развития работать. Рекордное количество посетителей стенда, где-то 60 или 70, я насчитал, в пик нашего стенда. Естественно, бомбардир просто открыв рот смотрели. И я думаю, поэтому они без всяких слов и без всяких просьб отдали стулья, когда пришла Национальная ассоциация железнодорожная всей Индонезии. И мы на их стенде проводили переговоры, то есть Виктор с Анастасией проводили переговоры, результатом которых через несколько недель будет подписание протокола о намерениях с Национальной железнодорожной ассоциацией Индонезии. То есть это, так скажем, параллельно был достигнут абсолютно неожиданный результат. Также был получен контакт одного из девелоперов на одном из островов. Я намеренно говорю один из островов, потому что мы будем освещать или не будем освещать эти адресные проекты, потому что это достаточно закрытая конфиденциальная информация. Но поверьте мне на слово, далеко не о Бали, будут говорить в Индонезии. Туристический потенциал там колоссальный, и застройщики сейчас осваивают многие острова. Мэры, государственные правители этих островов с удовольствием будут доносить информацию о Skyway президенту, и, соответственно, мы будем быстро согласовать один проект за другим. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. И хотел бы отметить, также сравнивая с проектом по строительству полутора тысяч малоэтажных домов в Солнечной долине, то есть такой мелкий масштаб, в Индонезии планируют построить более 20 тысяч домов высочайшего класса, так скажем, концепция социального и инфраструктурного проекта по территории всей Индонезии «Золотая деревня», и каким-то образом вот эту «Золотую деревню» нужно будет связывать. То есть другой инфраструктуры, как оказалось, по интересу и по именно посещаемости стендов на выставке Railway Tech 2017, ее просто нет. Ну и, собственно, как и на Инотрансе, мы были инновацией из инноваций, также на Railway Tech мы были инновацией. Для меня триггером, показателем было, когда Мадина походила по выставке, и очень быстро вернулась к стенду, потому что, наверное, ничего такого особого интересного не нашла. И произошли встречи с подачей Руслана уже с приближенными к президенту Индонезии. Они успешно прошли, но это закрытая информация. Я могу со всей ответственностью заявить, что у нас свои профессионалы и своя группа консультантов сейчас появилась в Индонезии, и мы не будем давать никакого эксклюзива. Появятся другие консультанты, появятся другие команды, будем и с ними работать. Эксклюзив у нас только урода Хука в Австралии, то есть он был первым, он первопроходец, поэтому для него такие условия. Ну и вот вы видите, с Национальной ассоциацией железнодорожной Индонезии, как проводились переговоры. И 1 апреля, это уже когда наши активисты, наши коллеги, хотелось бы тоже, кстати, отметить, как подготовились вообще наши активисты по Индонезии. Вы видите вышивки уже Skyway String Transport, как в воду глядели, не investment, не share, не dividends и подобные инвестиционные слова, которые запрещено будет использовать на территории продвижения краудинвестинговой системы Индонезии. То есть наши коллеги в числе более 25 людей, чуть больше 10 посетили стенд, сделали блестящую конференцию, поставили мы определенные планы по сумме. Я могу сказать, что с такими темпами мы выйдем на серьезные обороты и обязательно будем продолжать вести англо-индонезийские вебинары для наших коллег. Определенная стратегия была сформирована. Дорогие друзья, после того, как я увидел людей в масках и спрашивал у них, которые в Джакарте проживают, почему в масках у вас эпидемия, болезни или еще что-то. Нет, мы просто так спасаемся от смога. И я, дорогие друзья, это ощутил на собственной шкуре, на собственных легких, когда фактически целый день я провел в Джакарте. Мы со Стефаном испытали все виды транспортов. То есть и PRT, Public Rapid Transport в аббревиатуре, это далеко не rapid, это далеко не быстрый транспорт, потому что, несмотря на то, что выделенная линия для автобусов в Джакарте, все равно эту проблему никак не решает, потому что так или иначе время от времени приходится стоять в пробках, так как пересечение все-таки маршрутов на первом уровне обычных автомобилей. Я не говорю уж о том, что примерно два автомобиля приходится на жителя, наверное, Джакарты, и еще больше просто кишит мотобайками Джакарты. И те пробки, которые я увидел, ну, чуть попозже вы сможете увидеть в моем видеоблоге об этой командировке на YouTube, на своем канале обязательно выложу. По чатам мы раскидаем, кому интересно будет смотреть. Используйте этот ресурс, потому что там, соответственно, показана составляющая, именно вот такая сердцевина, закулисье всех этих перемещений с Минска в Сингапур, в Джакарту и потом, соответственно, уже обратно в Москву. То есть это новый формат, это непосредственно моя инициатива. Будем сейчас общаться с монтажером, который будет постоянно монтировать ролики по поводу перемещений. Я думаю, Сергей Анатольевич также приобретет и экшн-камеру и будет записывать, потому что это тоже определенные ресурсы, когда такое обилие перемещений. Стоит задумываться людям, которые впервые будут смотреть эти ролики, а чем же эти люди занимаются и что же это за проект Skyway. Но это так, лирическое отступление. Я могу сказать, дорогие друзья, что на 100% отработал Edwin Soro и очень серьезные договоренности были установлены по поводу планов продвижения индонезийского краудинвестингового пространства. И, дорогие друзья, уже подходя к завершению, я хотел бы рассказать о замечательном человеке, профессионале своего дела. это Джан Ян, если правильно произносить Фростне. Это профессионал своего дела, директор многочисленных компаний, как и MLM, так и продуктовых, именно по высокотехнологичному хай-тек продукту. То есть, с подачи Яна мы также будем прорабатывать вопрос. Андрей уже, я думаю, донесет до руководства ЗАО Струнной Технологии об определенных аккумуляторных батареях. И первое поколение этих аккумуляторных батарей до сих пор используют автомобили Tesla. И, собственно, сейчас они переработаны. Готовы с нами сотрудничать. Абсолютно компактные батареи. Но вот вы видите, что уже даже продуктовое направление рождает модель, которая была создана Анатолием Эдуардовичем Юницким когда-то в 2014 году. Это краудинвестинг, это сетевое построение корпорации. Также по LED направлению, то есть это свет, возможно, будет применяться какое-то направление LED освещения, потому что это также инновационное направление и в наших транспортных подвижных составах, и на наших опорах, потому что Ротхук отметил, что наши опоры могут подновременно являться и фонарными столбами. Вот об этом мы пообщались с Яном. Но в первую очередь я могу сказать, что на ужине я вот в социальных сетях выложил фотографию, где с Яном мы обсуждали. Я просто открыв рот, слушал 15 минут его монолог, о его опыте и как он вообще пришел в MLM, как он уходил из MLM, продуктовый хай-тек маркетинг уходил, как он становился неоднократно директором по развитию многих компаний, как сейчас он готов доказать с полного нуля, являясь долларовым миллионером, являясь владельцем ряда объектов инфраструктуры и недвижимости, и, так скажем, небедным человеком на территории Филиппин, с полного нуля он готов доказать свою работоспособность в проекте Skyway, и сейчас с консультацией, с поддержкой его мы будем устанавливать правовую основу уже на территории инвестпроводящей системы проекта Skyway в Азии, в Индонезии, во Вьетнаме, в Таиланде пока притормозим, там особенности свои. Ну, я могу сказать, что очень важное приобретение для нас, это непосредственно наша вторая линия с Сергеем Анатольевичем, это первая линия Стефана Бодзера, и очень серьезные договоренности были установлены в Индии, уже Ян будет подготавливать контакты свои для общения, и обязательно, дорогие друзья, вы также пользуйтесь этим моментом, потому что в выставке, когда вот этот момент истины ощущает посетитель выставки и общается с топ-менеджментом как зао Струнные Технологии, так и Skyway Capital непосредственно на выставке, это совершенно другая атмосфера. Пожалуйста, используйте этот шанс и готовьте контакты со всеми, обязательно пообщаемся и выделим время. Ну, и я могу сказать, что помимо этого у нас в ближайшее время уже будет сформировано и подготовлены уже процессы по созданию управляющей компании в Индонезии, правовая основа была обсуждена, и тут в сети уже пошли такие комментарии, как какой-то прототип был подготовлен от Александра, вот была получена информация, кстати, мониторятся различными специалистами, активистами, постоянно социальные сети доносятся и мне, и Виктору Бабурину, и Сергею Анатольевичу, и Ирине, и Ларисе, и Владимиру Маслову, всем членам правления, дорогие друзья, мы будем жестко корректировать, чтобы, пожалуйста, информация без искажений доносилась, если что-то мы уж говорим на вебинарах, то говорите то, что мы говорили без искажения, без сломанного телефона. Ну, и в завершении я могу сказать, что действительно Бундун Skyway, Ден Салематкен Планет, мы обязательно сделаем, построим Skyway и спасем планету на территории Индонезии. Процесс начат. Первая поездка и первое посещение Индонезии было проведено с 300% результатом, и мы удивлялись первым дням, но уже постепенно к четвертому дню мы привыкли со всей командой, и Виктор Бабурин сказал, что он даже не знает сейчас, чего ожидать на выставке в Индии. Мы готовимся к еще большему фурору, и это, дорогие друзья, мы делаем уже в логике не краудинвестинга, не дивидендов, не инвестиций на территории Азии, а в логике той идеи, которую закладывает изначально Анатолий Эдуардович, это сохранение планеты для будущих поколений. Итак, символично я вот поставил крайний слайд, и девочку, молодую, маленькую, прогуливающуюся по стенду, для вот этого поколения мы стараемся, чтобы люди не носили уже маски, и чтобы были решения, и чтобы район Джакарты стал экологичным, и, собственно, очистил легкие от смога, и смог вдохнуть полной, целой грудью, поверьте мне, концепция маркетинговая, чтобы не упоминать инвестиции, и на что делать упор, уже выстроено с момента пребывания, с первых дней моего пребывания в Джакарте, это все будет доведено на наших азиатских лидеров, и мы это будем дублицировать во всех регионах, где мы наблюдаем, соответственно, загрязнение окружающей среды, загрязнение воздуха с современным транспортом. Строй SkyWay, спасай планету, дай дорогу в мир Транснету, могу со всей ответственностью и без каких-либо приукрас заявить, что дорогу в мир Транснету в Индонезии мы дали. Ну вот, дорогие друзья, вроде ничего не упустил, собственно, прошу прощения, что долго, многие перешли на вебинар, Юни SkyWebinar европейский, я рекомендую сейчас всем перейти по ссылкам, дорогие друзья, до скорых встреч, нам предстоит конференция в Париже, европейская конференция, там я, как понимаю, буду общаться уже и с представителями властей Франции, обязательно поведаю, было ли общение, либо не было, но если не будет в этот раз, то предстоит вылетать и уже общаться отдельно, потому что готовятся серьезнейшие контакты на территории и Франции, и на территории франкоговорящих африканских стран. Дорогие друзья, попомните мои слова, на территории государства, где преобладает темнокожее население, SkyWeb начнет шагать очень-очень серьезной такой поступью и очень быстрыми шагами. До скорых встреч на наших вебинарах, приглашайте новых людей и давайте сделаем так, чтобы 90% населения земного шара узнало о проекте SkyWeb. Строй SkyWeb, спасай планету! Всем счастливо!